В правительстве области должны работать умные, талантливые, хорошо образованные и амбициозные молодые люди, считает исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев. Об этом он рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в информационном агентстве России ТАСС. Затронул Васильев и личные темы, временный глава региона, признался, работает в Кировской области с удовольствием, живет пока в гостинице, но вместе с женой продолжает искать жилье в Кирове. Обозначил Игорь Васильев и приоритетное направление в работе – это рабочие места, достойная заработная плата, тепло в домах, места в детских садах и хорошие дороги. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Дом для переселенцев в Долгушино могут сдать позже положенного срока. В настоящее время работы идут и снаружи, и внутри дома. Строители делают перегородки между квартирами, прокладывают электропроводку, делают стяжку полов. 20 августа должна начаться чистовая отделка квартир. Подрядчик сообщил, что процесс строительства отстает от графика из-за позднего захода на площадку и задержки поставок материалов. Однако городские власти потребовали сдать дом 31 октября. Это число обозначено в контракте. Быков подчеркнул, чтобы отчитаться за федеральные деньги. 90 литров алкоголя изъяли сотрудники полиции из мини-маркета на улице Сурикова. Крепкие спиртные напитки там продавались без лицензии. Кроме того, алкоголь продавали в запрещенное время. Теперь владельцу магазина грозит штраф. Полицейские напоминают, о подобных нарушениях кировчане могут сообщать по телефону 02. С 20 августа в охотничьих угодьях Кировской области открывается осенне-зимний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды. В наступающем сезоне разрешение на добычу пушных животных и птиц выдаются отдельно, как и в прошлом году отметили в министерстве. Для получения разрешения необходимо написать заявление и представить квитанции об уплате госпошлины. Сделать это можно по адресу город Киров, Володарского, 82. Кроме того, разрешение можно получить в районах у специалистов Центра охраны и использования животного мира. Продолжение следует...